Рекордно упали цены на гречку. Эксперты отмечают, обвалу стоимости гречки также способствует низкий экспортный потенциал этой крупы. У производителей практически нет возможности продавать излишки за границу. В основном гречку едят только в России, Белоруссии и Украине. Россиян простимулируют есть больше рыбы. Как пишет известие со ссылкой на протокол совещания у Дмитрия Медведева, к 2021 году правительство готовит новую потребительскую корзину. В ней будет больше рыбы. В последний раз правительство пересматривало состав корзины в конце 2012 года. Тогда потребление рыбы и рыбной продукции подняли с 16 до 18,5 килограммов на человека. При этом по рекомендации Минздрава, в среднем россиянину необходимо есть около 22 килограммов рыбы в год. Как считают в Росрыболовстве, потенциал отечественной рыбной отрасли позволяет значительно увеличить потребление. По данным ведомства, в 2017 году объем вылова вышел на рекордный за последние 25 лет уровень – в почти 5 миллионов тонн. Лето МОСАГО может вырасти на 20 процентов. Как мы уже рассказывали, Центробанк планирует поднять цену на страховку в конце лета. И вот появились подробности. Как сообщает РИА Новости, Банк России расширяет тарифный коридор более чем на 2000. Было 2746 рублей, станет 4942 рубля. Главная цель изменения – обеспечить страховщикам дополнительные доходы. Как признался зампред Центробанка Владимир Чистюхин, приблизительно среднеобобщенный водитель заплатит за полис ОСАГО 7 тысяч рублей. Сейчас этот средний водитель платит 5800 рублей. Долгострой на улице Пермская, 33 может быть сдан в 2020 году. Об этом на градостроительном совете рассказал генеральный директор компании «Кортекс» Геннадий Кузнецов. Это новый собственник здания. Изначально на этом месте планировался многофункциональный элитный комплекс, но застройщик был признан банкротом. В 2013 году объект и участок выкупила «Зао «Кортекс». Сейчас, по словам девелоперы, работы на недострой завершены на 68%. По новому проекту на Пермской будет комплекс высотой 46 метров с жилыми квартирами, офисами, фитнес-центром с бассейном. Завершить стройку мешает ряд вопросов. В частности, земельные споры с соседним собственником и несоответственно. На висающих частей здания установлены в городе требования. Также министр строительства и архитектуры Михаил Сюткин предложил уменьшить высотность комплекса по направлению к улице Ленина. Застройщику было предложено учесть и замечание и выступить с проектом повторно. Нефть марки «Брент» на торгах впервые. С ноября 2014 года превысила отметку 80 долларов за баррель, но быстро откатилась назад. Курсы валют на 18 мая. Доллары 61 рубль 82 копейки. Евро 73 рубля 2 копейки. Спонсоры рубрики «Шоурум Лавадресс». «Лавадресс» – это большой выбор стильных и женственных платьев на все случаи жизни. Доставка и выездная примерка по городу. Шоурум «Лавадресс», Ленина 76, торговый центр «Бизнес-галерея», третий этаж. На этом у меня все. Удачи в делах.